Привет всем! Стою, я записываю здесь влог в хорошем настроении для вас. Не влог, а блог-болталку. Сейчас в 5 часов вечера, в 4 часа вечера начался женский митинг, солидарность против того, что у нас здесь происходит в стране, против насилия в нашей стране. И тут ко мне... Настя... Прохор у меня гуляет во дворе, я с Семеном, сейчас Прохор уже прибежал во дворе, да. Настя моя раз за неделю вышла с подружкой получить свой подарок, и тут приходит сообщение, что мою знакомую задержали. Возле вот Дома культуры, вот она была в этой мирной акции, да, ее задержали, и она сидит вот в машине за решеткой, автозак или там, я не знаю, милицитская машина. Сейчас она в РУВД, я вся на нервах начинаю искать Настю, Настя не поднимает телефон, дозвонилась до подружки. И сказала, Настя, она правда, повезло, Настя вообще в другом конце города сейчас, и сказала, Настя, пулей домой, мне нечего эти гули. Вот, представляете, сейчас 5 часов, в 4 часа мой ребенок, она, наверное, в полчетвертого ушла погулять. И я сейчас, мама, должна нервничать, чтобы мою дочку здесь в милиции где-нибудь не забрала, дурдом какой-то. Причем, я понимаю, что это хапун, да, то есть он там может быть, в другом месте и так далее. Вот что, как жить, люди, я не знаю, мне страшно. Я сейчас позвонила, сказала ровненько домой, причем подружка у нее еще с другого конца города, да, то есть у них не получается так, что они с нашего двора вышли посидеть здесь, да. Вот, я, например, Настю отправила к знакомой забрать лото для Семена, она отдает. Вот, ну, то есть жизнь, да, наша, а здесь вот такая ерунда происходит. Причем я знала, что за лото она идет через то место, где, получается, вот этот митинг, ну, должен быть. И Настя знает, что она в этом, это наш район вообще, очень близко до моего дома. И здесь Настя, как бы, это наш центр города, мы в центре живем, и Настя здесь всегда гуляет с подружкой. Вот как, расскажите, как быть? Я переживаю, я сейчас позвонила Настю просто в парке, в другом месте, сказала, Настя, пуля, если ты будешь даже идти, неровненько по-советской даже, а если как только ты доходишь до края нашего дома, то ровненько сворачиваешь во двор, не обходя дом, потому что мы с другой стороны живем, да, вот, ровненько во дворы, говорю, ровненько домой. Если ты, говорю, видишь, что ты там, ну, опасность, и ты все-таки не можешь вернуться домой, набери меня, пожалуйста, я тебя приеду, на машине заберу. Вот так вот мы живем. Обычная суббота, 29 августа, ничего не предвещало беды. Ребенок мой, не имея еще 18 лет, вот гуляет мирно на улице в нормальную, обычную погоду. Я уже на нервах, потому что я знаю, что происходит в нашей стране. Я знаю, что моя дочка не участвует ни в чем на данный момент, а все, что угодно может быть. Так что буду надеяться, что она приедет, и все будет хорошо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok